Всем привет, друзья! Вы на канале Instarting Новости и это первый выпуск в 2022 году. Сегодня мы поговорим с вами о нескольких новинках, представленных на выставке CS2022, поэтому не забываем подписываться на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! И начинаем мы с компании Hyundai, показавшей свое видение будущего, в котором роботы буквально повсюду. Широкой публике была представлена концепция «мобильность вещей», которая раскрывает видение компании мира будущего, в котором многие окружающие человека вещи роботизированы. Согласно имеющимся данным, Hyundai разрабатывает два разных стандарта, которые должны стать частью концепции «мобильность вещей». Первый из них представляет собой модульную платформу Plug & Drive, которая объединяет рулевое управление, электрический привод и подвеску. Вторая платформа получила название Drive & Lift, и предназначена она для подъема и спуска предметов. В сочетании с четырехколесным роботом MobID, который был анонсирован в прошлом месяце, представленные модульные платформы смогут автономно перемещать различные объекты, начиная от грузовых контейнеров и заканчивая средствами передвижения. Модульная платформа Plug & Drive является универсальным мобильным решением, которое объединяет систему интеллектуального управления, тормозную систему, электрический привод и подвеску. Одноколесное устройство использует рулевой привод для вращения колеса и обеспечивает поворот на 360 градусов. В конструкции также предусмотрены лидар и интеллектуальные камеры, на основе которых реализована система автономного управления. Модули P&D могут прикрепляться к самым разным предметам, начиная от обычных столов и заканчивая грузовыми контейнерами, для расширения их мобильности. В зависимости от своих потребностей, пользователи могут выбирать разные конфигурации и разные размеры платформы. Hyundai утверждает, что модульные платформы компании могут быть конфигурированы разными способами и подходят, например, для модификации офисного пространства. Весьма перспективным местом использования P&D выглядит транспортная сфера. Компания демонстрирует возможность создания индивидуальных транспортных капсул шириной примерно полтора метра, которые могут использоваться для автономного перемещения одного пассажира в городских условиях. Mercedes-Benz представил Concept Vision EQXX – электромобиль с запасом хода 1000 км и аэродинамика, уступающая только пингвину. Concept Vision EQXX является плодом дальнейших усилий Mercedes-Benz по повышению эффективности электромобильного транспорта. КПД силовой установки, например, удалось довести до 95%. Другими словами, лишь 5% энергии, запасенной в тяговой батарее, теряются при передаче вращающего момента на колеса. В создании прототипа принимали активное участие специалисты гоночной команды Mercedes-Benz. А тяговая батарея получила впечатляющую плотность хранения заряда около 400 Вт на час. В итоге она обеспечивает емкость чуть менее 100 кВт на час, обладая вдвое меньшими размерами и на 30% сниженной массы по сравнению с имеющимися аналогами. При этом аккумулятор поддерживает возможность зарядки от сети с напряжением до 900 Вольт. Пиковая мощность силовой установки достигает 150 кВт. Колесная база 2800 мм по меркам других машин марки не так уж и велика, что позволяет производителю считать данный концепт компактным электромобилем. В пресс-материалах компания утверждает, что электромобиль имеет меньшее аэродинамическое сопротивление, чем мяч для американского футбола, уступая в эффективности формы только пингвину. Mercedes-Benz особенно гордится показателем энергозатрат на перемещение электромобиля на 100 км в пути. У Vision EQXX он превышает 10 кВт на час. По сути, как поясняет производитель, такой расход энергии сопоставим с эффективностью бензинового автомобиля, расходующего на 100 км в пути не более 1 литра топлива. Запас хода Vision EQXX от одной зарядки достигает 1000 км. На крыше электромобиля разместились 17 солнечных панелей, которые в ясную погоду позволяют увеличить дальность хода на 25 км в день. В салоне концепта можно обнаружить уникальный дисплей с диагональю 47,5 дюйма и разрешением 7680 на 600 точек, простирающиеся от левой до правой передней стойки и выполнены по технологии mini-LED. Незадействованные в конкретный момент времени зоны дисплея могут отключаться ради экономии электроэнергии. Наконец, специалисты Daimler очень гордятся тем, что на создание концепта Vision EQXX у них ушло всего 18 месяцев. Очевидно, что в неизменном виде такой электромобиль в ассортименте продукции Mercedes-Benz не появится, но полученный в ходе его создания опыт инженеры марки обязательно используют при проектировании других моделей. Баварский автопроизводитель анонсировал электромобиль BMW iX M60. Он станет уже вторым электрическим авто в М-серии. Машина, которая поступит в продажу грядущим летом, предложит два электродвигателя с общей мощностью 610 л.с., а также запас хода в 450 км от полной зарядки батареи. Но больше всего меня поразило то, что в рамках выставки CS2022, на которой BMW присутствует только виртуально, баварский автогигант продемонстрировал работу уникальной технологии, которая позволяет менять цвет кузова автомобиля практически мгновенно. И все это происходит нажатием одной кнопки. Официальной демонстрации технологии пока не было, однако ее работу показал один из пользователей Твиттера. В ролике показана темно-серая машина, которая внезапно за пару секунд становится белой. Вероятно, на нужную кнопку нажимает человек, стоящий рядом с машиной. Смена цвета выглядит футуристически. На первый взгляд даже кажется, что при создании ролика использовалась компьютерная графика. Стартап Udelf представил электрогрузовик-транспортер, использующий беспилотную платформу Intel Mobileye. Транспортное средство предназначено для автономной доставки заказов в многочисленные локации за один рейс. Транспортер способен доставлять более 900 кг груза, делая в пути до 80 остановок за рейс. Технологию анонсировали довольно давно, а к 2028 году компания планирует выпустить 50 тысяч грузовиков. Коммерческое применение должно начаться уже в 2023 году. Разработанная Intel платформа автономного вождения Mobileye Drive использует набор передовых решений. Модель использует модульную систему U-POD, предусматривающую применению быстро заменяемых грузовых капсул. Транспорт способен проехать от 250 до 500 километров. В зависимости от емкости аккумуляторов, управление расписанием, отслеживанием и возвратом посылок может осуществляться с помощью мобильного приложения. По данным руководства стартапа, модель Транспортер создана для решения двух больших проблем современных коммерческих автопарков, нехватки водителей и необходимости электрификации отрасли. Американский производитель дронов Skydio, который всего за несколько лет превратился во вполне реального конкурента китайской компании DJI, представил на выставке CES-2022 обновление самолетящего беспилотника Skydio 2, Skydio 2+. Новинка получила улучшения в аппаратной части и программном обеспечении. Новая модель получила две дополнительные антенны, что позволило увеличить дальность приема сигнала и полета до 6 километров в любом направлении. Для сравнения, ее предшественник имеет дальность полета 3,5 километра. Кроме того, Skydio сообщило, что усовершенствование батареи позволило увеличить дальность полета новой модели на 20%. По времени это до 27 минут. Также был обновлен дополнительный пульт дистанционного управления Skydio Beacon, что позволило увеличить дальность его действия с 1,5 до 3 километров. Skydio также представила Keyframe, функцию на базе искусственного интеллекта, которая, по словам компании, позволит любому спроектировать немыслимое движение камеры, которое будет плавным, точным и повторяемым. Это были все новинки на сегодня, дорогие друзья. Напомню, что выставка будет проходить до 8 января, так что нам с вами в ближайшее время будет еще что обсудить. Ну а сейчас поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал, если не подписаны, рекомендуйте его друзьям, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски и пишите свое мнение в комментариях. Напоминаю, что все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а на этом я буду с вами прощаться, с вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного рабочего настроя на продуктивную работу, не переключайтесь, увидимся совсем скоро. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok